13-й, ребята, на вызов. 13-я. А что случилось у вас? Плохо сердце? 14-й, на право. 14-й, да. 15-й, возвращайтесь. В компарте в Кемова. Что случилось у вас? Где больная находится? Плохо сердце? Вызов принят. 20-й, ответьте 20-й. Впераем 20-й. Впераем 20-й, ответьте 10, у дома, нет? 103-й, номер, по которому всегда выслушают и никогда не откажут в помощи. Для этих людей каждый выезд не просто работа, это история. История одного человека, его жизни. Жизни, которая чаще всего в данную секунду граничит со смертью. Скорая помощь – это медицинская помощь, оказываемая при неотложных и экстремальных ситуациях. Поводом к вызову скорой помощи может оказаться ранение, травма, обострение заболевания, которые без оказания профессиональной медицинской помощи приведут к непоправимому вреду здоровье пациента и даже к его смерти. В ЛНР услуги скорой помощи бесплатны для всех категорий граждан. Медики являются одной из самых уважаемых и почетных профессий. В медицине работают люди с совершенно разным уровнем квалификации. Врачи, фельдшеры, медсестры – все они посвятили свою жизнь в борьбе за жизнь и здоровье граждан. Конечно, вы сегодня уже поняли, о чем у нас будет идти речь. Сегодня мне представилась уникальная возможность примерять на себя роль врача скорой помощи. Я не знаю, что сегодня мне предстоит, будет ли много вызовов или не будет их совершенно. Это эксперимент, который мне сегодня предстоит поучаствовать. Хотя бы ненадолго поработать с людьми, которые спасают человеческие жизни. И посмотреть, сможет обычный человек выдержать ритм жизни квалифицированных специалистов. Зайдя в здание, сложилось впечатление, что здесь очень тихо. Как будто от людей нет, работа остановилась. Но мы были на улице и прекрасно понимаем, что только что все машины скорой помощи разъехались. Здравствуйте. А можете, пожалуйста, представиться? Меня зовут Лариса Анатольевна. Я заместитель директора по медицинской работе. Могли бы ли вы ознакомить нас с работой центра? Конечно, я могу провести вас по зданию и показать все прелести нашей работы. Мы находимся сейчас в центральной диспетчерской. Это, можно сказать, сердце нашего центра. Здесь происходит прием вызовов. Звонят, обращаются люди за помощью. Здесь пересылаются вызовы на бригады. Бригады едут на вызов, контролируются. Все записывается на компьютер. У нас система вся компьютеризирована. На экранах сразу высвечивается адрес, куда нужно послать бригаду. Бригада пересылается и вызов, бригада едет на вызов. Вызовов очень много, большая нагрузка. Люди здесь в основном работают в суточном режиме. Есть люди, которые настроены не очень благоприятно к нам. Есть, которые оскорбляют. Есть, которые, наоборот, благодарят. Поэтому здесь работать очень тяжело и психически, и физически, и эмоционально. Почему вот такая? Леонид. Леонид. Приехали. Пока не надо. Расскажите, пожалуйста, кто и как распределяет бригады на вызовы? Значит, у нас есть люди с большим опытом. И когда поступает вызов, каждый вызов у нас кодируется. Это называется повод к вызову. И по поводу к вызову есть и направление на бригаду. Если, например, это ДТП, это тяжелая какая-то травма. Туда, естественно, посылается реанимационная бригада. Если боли в животе, можно послать туда как фельдшерскую бригаду, так и врачебную. Но, опять же, для этого надо обязательно дифференцировать состояние тяжести больного. Поэтому наши врачи, фельдшера, все с высшей категорией, с большим опытом работы. И у них это все здорово получается. Центральная диспетчерская в городе Луганске у нас одна. Но на каждой подстанции есть еще своя диспетчерская, которая точно так же распределяет вызова между бригадами. То есть сюда поступает вызов. Этот вызов передается на подстанцию, например, номер 2, которая находится на востоке. А там диспетчер уже распределяет между бригадами. А можете показать работу непосредственно бригад скорой помощи? С чего все начинается? Откуда идет работа? Вот полностью их процесс. Пойдемте попробуем. Мы находимся в пункте пополнения выездных бригад. Отсюда начинаются сутки каждой бригады. По приходу на работу все сотрудники бригады переодеваются и приходят сюда. Бригады получают ящики, получают наркотические специальные укладки, аппаратуру получают. И в течение суток, по истечению каждого вызова, приходят здесь и пополняют медикаменты и перевязочный материал. У каждой бригады есть медицинская укладка. Можете, пожалуйста, показать и рассказать, что в ней находится? Это укладка на каждой бригаде, на каждой машине. Вот здесь находятся ампулы, здесь находятся системы, перевязочный материал, таблетки и все, что нужно для работы в машине. Находимся мы сейчас в кабинете консультативной службы. А попроще мы называем консультацией по телефону. В этой службе работают врачи с высшей категории, которые много лет отработали на выездных бригадах. Любой житель нашей республики может позвонить по специальному телефону с любой точки республики и проконсультироваться по телефону на любой вопрос, получить ответ, который его заинтересовал. Номер телефона 15-03. За день поступает, за сутки, значит, до 90 звонков. До 90 звонков. Вот представьте себе, как вот мы помогаем вот именно службе скорой помощи, потому что очень много, я уже сказала, что вызовов повышенное давление, повышенная температура. То бишь мы здесь проконсультируем, и уже бригада, бригада может поехать на какой-то другой вызов. Чтобы проникнуться работой скорой помощи, вам нужно поездить на вызову. Я думаю, что бригады наши будут не против, если вы с ними поработаете в качестве фельдшера. Для этого вам надо одеть форму. Мне предстоит провести некоторое время в бригаде номер 110. Вроде бы обычный день для врача и совершенно уникальный для меня и для каждого в частности. В этой работе понадобится самообладание, большое терпение, способность к принятию быстрых решений в сложных ситуациях, уравновешенность. Чтобы быть успешным в работе, необходимо иметь большой интерес к медицине и всегда быть готовым оказать помощь нуждающимся человеку. А эту форму действительно нужно заслужить. Испытать то удовольствие, когда ты понимаешь, когда пациент находится на грани жизни и смерти, и ты его вытаскиваешь и довозишь до ничемного учреждения в стабильном состоянии, когда проводишь реанимационные мероприятия в автомобиле скорой помощи, и пациент остается жив в успешной реанимации, и ты пациента сдаешь в лечебном учреждении, и знаешь, что он через какое-то время выписывается после реанимационных мероприятий, либо доставлен в крайне тяжелом состоянии, то есть ты получаешь моральное удовольствие, удовлетворение. Сейчас мы находимся в салоне специализированного автомобиля, который относится к отделу экстренной консультативной помощи и медицинской эвакуации. В народе это называется санавиация. Для чего нужен этот автомобиль? Он оснащен полностью аппаратурой, которая необходима для транспортировки тяжелого больного на дальние расстояния. Ну, можем обратить внимание на эту аппаратуру. Значит, вот в самом верху это аппарат ИВЛ, искусственная вентиляция легких, который предоставляет возможность транспортировки больного на управляемом дыхании. Здесь находится монитор, подсоединяются к больному специальные чипы, по которым мы можем в течение транспортировки мониторировать состояние больного. То есть сам монитор нам покажет его показатели. Это частота сердечных сокращений, пульс, сатурация, частота дыхания и всему подобное. Это дефибриллятор, как в народе говорят, электрошок. Значит, в этом ящичке находится рабочий инструмент врача-анестезиолога. Это клинки, необходимые для интубации больного и перевода его на аппарат искусственной вентиляции легких. Значит, вот аппарат, это называется отсос. Это когда у больного есть жидкость, которую надо удалить. Ну, чаще всего это в верхних дыхательных путях. Это или кровь, или обильная слизь. Отсасываем мы эту жидкость. Также есть ренуационная сумка, как мы ее называем, в которой находятся различные... Это называется мешок АМБУ, то есть для искусственной вентиляции легких. На него одевается масочка и больной дышится вручную. Автомобиль очень хороший, приспособлен полностью для обеспечения транспортировки больного и оказания помощи. Скорая опять спешу вас. Наезд на пешехода. Адрес называйте Клинского, угол Большакова. Хорошо, ожидайте, подъедет скорая. Мой первый вызов. Скоро узнаем, что же меня ждет. Все противляется. Головой он приложился хорошо. Давай зонт. Был ли какой-то очень необычный случай, который могли бы с нами поделиться? Ну, так как у нас сейчас тяжелое время, на нашей территории идет все-таки война, я не побоюсь этого слова, я сейчас фельдшер, который я нахожусь с вами на линейной бригаде, вообще я фельдшер анестезиолог реанимационной бригады, поэтому у меня, конечно, случаи гораздо больше, чем могут мои коллеги на линейных бригадах рассказать. А каких именно это миновзрывные травмы, которые, к сожалению, они до сих пор сохраняются в нашей практике. Пока это все не закончится, это все будет. Особо что-то рассказывать вот такое, ну, я не знаю, вправе ли я на это. А то, что бывает, да все бывает, так как у меня это и ножевые огнестрелы, это падение с высоты, это, опять-таки, повторюсь, миновзрывные травмы, это детки, это клинические смерти. Стараемся, доезжаем, спасаем. Слушайте меня, здравствуйте. Вы меня слышите? Как вас зовут? Здравствуйте. Хорошо. Чего здесь лежим? Что случилось? Посмотрите на меня. Сложности в работе, в графике, психологическая какая-то, может быть, нагрузка. Расскажите, как вообще проходят будни работника скорой помощи? Ну, здесь это все, наверное, все-таки дело привычки, потому что, если ты давно работаешь, к этому всему, ну, вообще человек ко всему всегда привыкает. И поэтому, еще раз повторюсь, это дело привычки. Сложность работы, ну, каждая работа по-своему сложна. Начиная от грузчика, официанта и так далее, тот так точно и врач, и фельдшер, и санитарочка. Вот, все это сложные работы. Мы просто, наверное, почему наша, немного сложнее, потому что мы все-таки отвечаем за жизнь и за благополучие человека, в первую очередь. И, начиная от того, что мы не только оказываем помощь, мы и спасаем жизни. Поэтому в этом и есть сложность, как психологическая, опять-таки, так и физическая. Ну, почему болит бедро, а? Потому что сломал. Терпи чуть-чуть, не матерись. Сам-то ногу не шевели. Тихо, 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 тихо. Все, чуть-чуть осталось. Работа фельдшера непосредственно связана с высокой степенью ответственности. Поэтому в своей работе он должен хорошо знать физиологию и анатомию человека. Но стоит понимать, что эта работа тяжела не только морально, но еще и физически. Очень часто приходится спускать по ступенькам и нести на носилках пациентов, не способных идти самостоятельно. Те люди, которые сейчас поприходили, им, конечно, очень сложно, потому что вызовов сейчас, нагрузка очень большая. Вызовов очень много. Ну, стараемся. Выхода нет. Надо кому-то работать. Кто остался молодой, надо работать. Чаще всего к вам на помощь приедет не врач, а фельдшер. Профессия фельдшера является очень важной и требует ответственности, поскольку именно он оказывает людям первую помощь. И уже от его работы зависит человеческая жизнь. Основные обязанности фельдшера заключаются в установлении диагноза пациенту. Затем он должен предоставить квалифицированную первую медицинскую помощь, которую нужно сделать до того, как пациент получит профессиональный врачебный осмотр. В основном фельдшера работают на скорой помощи. Их профессиональные обязанности связаны с оказанием первой помощи больным, которые оказались пострадавшими в аварии или внезапно заболели. Фельдшер занимается предварительным осмотром больных, меряет давление и пульс, ставит первичный диагноз и на основе этого диагноза производит медицинскую помощь. Не жалеете ли вы, что посвятили жизнь такой сложной, необыкновенной профессии, как врач? Нет, никогда не жалел, ни минуты, наверное, не жалел. Почему? Ну, я считаю, это святой профессией по-своему, тоже не побоюсь этого слова. Помимо того, что она мне дала эта работа, открыть себя в полную меру, насколько это возможно, я здесь познакомился с замечательными своими друзьями, те, которые являются военными коллегами, поэтому ни минуты никогда не жалел. 13.42, посмотрели, хорошо, возвращайтесь. Скажи, в каком месте? Вот тут, да? Ближе, наверное, сюда валил вчера же, да? Ну, вот сначала вода там была, потом все вылила, чашку поставила. Дедушке дали в шприцах. Он не понял, что это не уколы, мне сказали, что уколы. Мы поставили ей в коку. Фильтрат. Я вам предлагаю проехать в больницу, в любом случае. Через пару минут я сдам этот чемодан, сниму себе форму, и моя работа здесь закончится. У меня есть возможность вскоре забыть все, увиденное мной в этом эксперименте. Не принимать все близко к сердцу, жить своей жизнью, заниматься своим ремеслом, на которое не падает такая ответственность. А вот врачи скорой помощи с этим сталкиваются каждый день. И никогда ничего и никого не забывают. Я действительно рад, что мне предоставилась такая возможность. И лично я стал смотреть совершенно другими глазами на проезжающую мимо машину скорой помощи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok